всем привет всем здравствуйте сегодня прямой эфир со мной с катей вершинченко сегодня у нас тема зимние дизайны и будем делать бархатным песком сейчас кстати будет отличаться от того что я показывала в инстаграм потому что у меня испортился штаб для стемпинга вот поэтому я вам здесь в контакте буду сейчас другие варианты показывать так а и дождитесь конца эфира обязательно вам покажу распаковку нового бокса что туда входит потому что уже на этой неделе я начну работать с этим боксом буду показывать для вас также мастер-классы вот поэтому дождитесь конца мастер-класса будет бокс маквин так поехали у нас сегодня сегодня у нас бархатный песочек бельвет сент это полимер виде вот такой сыпучки такой мелкий мелкий песочек видите он наверное раза в три в четыре меньше манной крупы вот совсем мелкие но это вот прям такой вот обычный полимер он позволяет сделать на поверхности краски такой красивый теплый эффект смотрите видите какой эффект прикольный вот что нам для этого понадобится для этого нам нужно сделать с вами фон делаем фон такой голубой холодный цвет такой холодненький суши так на что можно сыпать бархатный песок его можно сыпать либо на краску гелевую например брать им пасту либо можно взять гель какой-нибудь скульптурный и добавить к нему тот цвет гель-лака на цвет которого вы хотите сыпать бархатный песок ну например я хочу с белой сделать поэтому возьму белый гель-лак видите одно и то же в принципе либо вот так у кого нет краски гелевой вот либо им пасту вы берете и батали батон сейчас мы сделаем вот этот слайдер прикольные кружечки я ими осенью не поработала сейчас там что захотелось сделать именно с бархатным песком но как один из элементов кружечку добавить давайте сделаем чуть выше запамятовала так надо конечно было на топ слайдер приклеивать но мне было лень сейчас топ слайдер наносить поэтому я на дисперсию гель-лака присобачила чуть-чуть сейчас мы сделаем чуть-чуть ровная поверхность я наверно сейчас полосочки нарисую к этой кружке все время когда работаю с этими кружечками хочется либо горошек делать либо полосочки рисовать полосочки нужно нарисовать черной пастой даша бархатный песок всегда делается уже в самом самом-самом конце прохотного песка нам еще рано примерно намечу границу где у меня будут полоски лея на эту границу лея на эту границу и лея на эту границу и лея на эту границу и лауна это был готов гель вообще для стемпинга вот уже терпой девочки до недели пятницу я буду уже работать но работать новым гелем для стемпинга да сделали можно перекрыть здесь всем матовым топом но так дизайна я перед тем как работать рекомендую пройтись слайдером от полос было без пузырей а потом только а то он все-таки вы были хорошо уже царок а он ложится на диспрессион так как мы дизайн сейчас дело им пасту из липкости точно так же как это класс в общем лучше на всякий случай прикрыть top slide классно ложится тогда и тоньше ложится намного и вот теперь можно уже приступать к работе с бархатным песком вот можно сделать две альтернативы я раньше так не показывала но последнее время вот с осени именно в такой технике стала давать бархатный песок для этого я беру тот гель-лак на который цвет я бы хотела бы насыпать бархатный песок и добавляю к нему любой скульптурный гель прозрачный не гель-лак а именно гель скульптурный потому что просто на гель-лак нельзя сыпать не хватает густоты у гель-лака все равно они все жидкие вот можно взять например монофаз чтоб средней вязкости был гель и уже можно этой консистенции рисовать на которую мы будем сыпать бархатный песок вот а у кого есть краски гелевые с липкостью или без липкости то в принципе можно брать их вот поэтому так как у меня им паста есть я возьму лучше пасту вот она пастозная на не хорошо будет ложиться бархатный песок там же смысл не в том чтобы бархатный песок как-то остался он как раз только рисунок создаст а потом отвалится гель для стемпинга прозрачный на него можно будет очень много элементов отпечатывать я буду там рассказывать конечно не прям не все все элементы можно будет сделать там обычно знаете когда ширина огромная у рисунка под стемпинг возможно там вот эти элементы не будут подходить вот я сколько пробовала этот гель для степпинга ну практически все элементы где более или менее средняя толщина рисунка тоненькая толщина рисунка очень прикольно можно будет отпечатывать фальгу ну и самое главное можно просто вручную рисовать рисунки даже очень объемные получается тоже так офигенно классно плюс можно втирки делать пигментами тоже с элементом если металлика так ладно короче и теперь добавляем рисунок под бархатный песок я сейчас сделаю там такие веточки на технике бархатного песка почему нельзя использовать гель-лак потому что он ложится слишком жидко саша узнай когда гель прозрачный для стемпинга будет продажа сильно тонко под бархатный песок рисунок мы не делаем гель прозрачный для стемпинга когда будет в продаже только не пиши а позвони пожалуйста гель прозрачный для стемпинга будет просто гель прозрачный для стемпинга будет в продаже аваршатика грязным и гель прозрачным натирком так и все кончилось поэтому мы можем чтобы не было по-английски давайте постоянно это на песок нужно льет какие-то такие широкие элементы не больше декоративные все и теперь прям на мокрую краску вы засыпаете в полимерный песок и потом ваша задача ободрать этот песочек вот бархатный песок лучше сыпать только на светлые оттенки видите на тогда на светлых оттенков этот рисунок очень классно смотрится вот но иногда можно делать и на темный оттенок но я рекомендую это максимум делать какие-то звериные варианты дизайна там например леопард вот для леопарда было бы прикольно давайте сейчас попробуем сделать возьмем на леопарде а вообще на темные цвета лучше бархатный песок не сыпать выглядит немножко грязно лучше именно на свет все после того как рисунок вместе с песочком подсох вы берете любую жесткую щетку там входят там зубную до какую ненужную зубную щетку и вот так вот обдираете он там полностью сразу весь бывает и не обдирается все равно какие-то остатки частички остаются ведь остается след это не бархатный песок это все та же краска да но она выглядит с таким шершавым эффектом сверху с таким рваным эффектом сверху поэтому сильно на сильно тонкие линии нет смысла насыпать этот бархатный песок это нужны какие-то вот такие декоративные элементы раньше выпускали шарникова на луну сейчас их нет многие клиенты посят пожалуйста верните хорошо я за скриншот сейчас сделаю вашего сообщения правлю продуктовый отдел так давайте сейчас посмотрите как будет это выглядеть на пятнах леопардов тоже очень прикольно будет кстати надо отключить нет не закрепляется все мы топ нанесли матовый понимать вот топ уже нанесен здесь в том-то и дело закреплять здесь нечего понимать вот он рисунок и сверху рисунка насыпали вот этот полимерный песок полимерный песок создал рисунок и дальше мы его ободрали и по сути осталось просто краска он паста тем более нет диспрессионной пленки я же работала им паста у нее нет диспрессионной пленки но даже если брать другую консистенцию где вам показала гель-лак с гелем с липкостью смешать и там в любом случае тоже как таковой этой липкости нет но вы можете там взять на всякий случай пройтись обезжирить но и на этом все вот он остается таким вот объемным прикольным эффектом короче за гель сказали в январе вот число не говорят точно а напиши наташа абраменко так леопардик давайте сделаем сейчас тоже с леопардиком то у меня новая коллекция гель-лаков кстати коричневые бежевые такой золотистые оттенки в этой коллекции там еще оранжевый есть классный бирюзовый вот пропустил вот эту коллекцию гель-лаков классная она очень здорово подходит для анималистичных дизайнов силуэты хорошо бы вернуть а какие силуэты это чудо силуэт а я поняла силуэт девушек да так ладно новый оттенок 463 эта коллекция которая вот мы в декабре поступила в продажу очень красивый холодный нюдовый оттенок прям вот он и не светлый и не совсем темный прям кайфовый сушим можно чтобы повеселее было добавить сюда вот этот красивый такой бронзово-терракотовый все кто вопросы сегодня написал по материалам по декорациям обязательно позже ответим где какие-то запросы у вас есть я обязательно отправлю нашим продуктологом короче так наделали пятнышек нашего будущего леопардика все сушим все и перекрываете финишем смотрите опять мы сейчас перекрываем финишем а сам рисунок с песком делается уже сверху короче гель для стемпинга девочки поток печановая фольги золотое серебряные цветные примерно в конце января будет так перекрываем матовым топом мне очень нравится как элементы бархатного песка смотрятся именно на матовом топе так сушим ходить вот но дети последний год эту позицию немножко сократили потому что очень низкие продажи сейчас все переходят на гель-лаки вот людей которые покупали краски гелевые да это вот старое поколение мастеров их сейчас с каждым годом все меньше и меньше становится а новое поколение мастеров маникюра они красками не работают они кроме гель-лака больше ничего не знают вот но планируем все-таки сейчас поменять формулу у красок гелевых возможно мы пополним коллекцию сейчас пока это не точно должны понимать что за эти два года пока такой кризис наблюдается экономический идет очень сильная перестройка всех производств в том числе и производств которые производят именно само сырье для индустрии красоты поэтому многие позиции сейчас очень сложно производить потому что их просто не с чего производить понимаете катя если я выбыла из клуба кто можно вернуться до его можно вернуться теперь берем давать вот я до этого краска гелевая работала да у меня была импаста давайте сейчас альтернативу сделаем вместо краски возьмем черный гель-лак черный гель-лак обычно у всех есть и смешаем его с любым скульптурным гелем опять же зачем я это делаю это только для тех у кого нет красок гелевых вот на гель-лак просто сыпать не получится потому что вы же жирный гель-лак не положите он же не высохнет просто правильно тонко положите там бархатный песок особо сильно ну как он прилипнуть прилипнет но рисунка красивого вот этого рваного который создает эффект песка вернее эффект ворсистости не будет понимаете просто на гель-лак насыпать какашка будет через три дня там уже не будет видно вот этого рисунка он сотрется очень быстро поэтому как альтернативу я вам предлагаю гель-лак смешать любым прозрачным скульптурным гелем и тогда бархатный песок очень крут классно прилипнет будет дольше носиться этот рисунок про клуб виолетта яковлева сейчас я вам отправлю сюда ссылку на вступление в клуб саша а попросим ими онлайн кого-нибудь прислать или сама пришли ссылку на вступление в клуб а ими про клуб и либо ими арт клуб виолетта напиши какой точно клуб тебе нужен потому что есть клуб растущих мастеров а есть где про дизайн клуб все и рисуете короче сейчас точно уже ответили 7 17 января новый гель будет а сейчас вот где аня это ими альтернативу пришли сейчас ссылку на вступление в ими арт прям вот сюда в комментариях сейчас вам пришлют ссылку на вступление да у нас там интересно в клубе я для вас записала очередной новый урок в декабре кайфовый по декупажу так кайфанула думала кому-нибудь подарю то что сделала сказала не никому не подарю сама себе поставила в комнате эту красоту неземную все и рисуем у меня мокрый черный гель сейчас нанесен я его еще не сушила и видно что достаточно объемная его нанесла я не боюсь да почему потому что я смешала гель-лак со скульптурным гелем напомню скульптурный гель я взяла черный гель-лак эта консистенция она хорошо просыхает тогда можно смело засыпать на эту консистенцию песок он хорошо прилипнет черная консистенция геля которую мы намешали хорошо просохнет вот и рисунок который останется от этого песка на поверхности он будет очень хорошо долго носиться потому что если бы я взяла просто черный гель-лак и насыпал этот песок это была бы фигня потому что там буквально гель-лак в этом случае сам рисунок который остается от бархатного песка на поверхности гель-лака он буквально там сотрется через два-три дня все и кладем в лампу сушим 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 напомню в первой части нашего эфира у нас был бархатный песок на м пасту я наносила я вам две альтернативы дала сегодня что бархатный песок технически можно насыпать на краску без липкости это м паста можно на краску с липкостью да это я могла бы взять альпийский снег вот если нет ни краски гелевая не м пасты до краски без липкости гелевая то можно взять гель-лак и любой прозрачный скульптурный гель это понятно надеюсь теперь берете любую щеточку можно взять зубную ненужную щетку и вот такими движениями обдирающими обдираем прям все частички они конечно же сразу не отвалятся с пар с поверхности краски до буквально через день-два там они от воды эти частички все уйдут постепенно получается такой интересный красивый бархатный эффект сейчас теперь видите разницу почему желательно песочек сыпать только на светлые оттенки потому что частички они все равно остаются местами и создают такой светлый эффект и на темных цветах это бывает смотрится как грязь но вот если делать леопард тигр смотрится прикольно вот именно анималистичные принты вообще советую сыпать бархатный песок именно на поверхность пастельных цветов прикольно в анималистичности как бархатный песочек смотрится но это уже здесь песка как такового не осталось здесь по факту осталась поверхность вот этой краски которую мы намешали с гелем понятно клиенту периодически говорить о том что это матовая шерстовая поверхность что нужно делать периодически чистить как одежду да сейчас давайте я вам еще раз акценты поставлю на бархатном песке и так вот клиент когда покупают какую-то бархатную одежду на особенно пиджаки кашемировые черные какой-нибудь плащ до пальто кашемировая на него что цепляется все постоянно и тебе нужно периодически ходить с этим роликом и всю эту фигню себя убирать то что все цепляется замшевая обувь то же самое и нужно постоянно чистить протирать потому что на нее все цепляется и здесь то же самое вот этот бархатный эффект на него будет цепляться тональный крем понимаете вот с утра тональный крем нанесла если были вот такие бархатные веточки беленькие то конечно веточки будут в тональном креме и просто помыть руки с мылом не поможет просто можно взять спонжик тут же для лица взять тоник для лица и просто вот протереть это займет 30 секунд то чем она только что протирала лицо протереть ногти все эти моменты нужно озвучивать клиенту иначе она придет там будут не веточки а там какие-то какахи будут грязные понятно обычно с бархатным песком мы работаем вот этот осенний зимний период у нас в декабре были классный эфир где я показывала новую технологию работы с бархатным песком плюс стемпинг там получается офигенные вязаные ногти вот но очень классный причем эта технология она родилась очень случайно поэтому посмотрите все эфиры за декабрь и за ноябрь или в ноябре показывали в декабре там типсы были прям свитерки посмотрите короче рассказываю за бокс пошли у нас две новинки я еще в декабре анонсировала говорила что в декабре выйдут для дизайна офигенные классные новинки которые я сама очень долго ждала первая новинка мы сейчас ее под рукой нет показать что я сегодня дома работаю нас выходит прозрачный гель для стемпинга под фольгу он будет универсальный вы его будете применять и для стемпинга и вы его будете применять для объемных элементов офигенно отпечатывается фольга даже если вы вот такие булыжники этим гелем сделать там так классно получается понятно что можно на это пигмент втирать вот то что все втирают сейчас да но мне не нравится пигмент красиво только смотрится на фотографии когда мы снимаем видео и фотографируем обнатурено когда в жизни мы потом смотрим мне не нравится лучше взять нашу фольгу вот эту золото благородное желтое золото серебро и фольгу по отпечатывать матовая фольга офигенно смотрится вот и следующая новинка эта новинка выходит 17 января а 16 января у нас выходит бокс бокс александр макуин это то что я говорила вам весь декабрь для тех мастеров для тех клиентов кто любит такие дизайны и я думаю что вам это очень прям будет бокс в этот раз у нас вот в таком вот пакетированном варианте идет он теперь меньшей по стоимости по наполняемости мы оттуда решили убрать гель-лаки вообще потому что я поняла что нужно убирать гель-лаки так как декорации вас больше интересует именно декорации а купить повторно бокс понятно не кайф то что повторно покупать одни и те же гель-лаки ну это бессмысленная трата денег вот поэтому я теперь бокса буду выпускать без гель-лаков и там упор будет идти только на декорации и на саму идею бокса понятно что здесь ценность этого бокса в чем не в самих декорациях а ценность вот в этих идеях которые заложены в этом лукбуке в этот раз я решила сделать полноценный нормальный лукбук здесь рассказана идея благодаря которая вообще родился этот бокс это показы александра маквин которые были созданы им самим еще при жизни пока он был живой и все паттерны фоне фурнитура которая использовалась как вдохновение для создания рисунков рисунки в этот раз создавали очень долго очень долго не могли подобрать печать подобрать технологию поэтому слайдеры очень разные по технологии выполнения вам очень понравится потому что есть и блестящие фактурные и паттерны и просто рисунок здесь очень много крутых идей понятно что все фотографии из этого бокса они также будут предоставлены вам в электронном виде по qr-коду так цена бокса сейчас сашу знает цену бокса и напиши ее в комментариях так по qr-кодом будут доступны все эти фотографии как электронный носитель поэтому все это можно будет скачать и разместить у вас на вашем вашей странице вашем паблике в общем здесь очень крутые классные идеи декорации всего 12 штук очень классные по наполнению видите там где как фурнитура выглядит прям вот реально как фурнитура очень много эпоксидной смолы используются видите прям стразы даже эти цепочки сделали со смолой чтобы прям вот фольга блестела блестела потом самые популярные паттерны александра маквин вот такой анималистичный а потом вот такой космический и конечно же любимые бабочки александра маквин куда же без них вот эти два паттерна знаменитый александра маквин все идет в этом бокса сам создатель этого бренда он их обожал за счет всевозможных насекомых бабочки цветочки это смотрится более романтично более нежно и отдельно я сделала бабочки чтобы это можно было все компоновать с этими черепушками вот они видите здесь и текстовые всевозможные разные в общем вот это вот все вместе когда начинаем миксовать и складывать получается очень красиво не просто красиво получается очень очень красиво так раз три четыре пять шесть восемь девять смыть сходу читают блин а я вас в инстаграм показалось вот еще вот это это 11 тоже видите со стразиками и на с бабочками короче все это ну поэтому если вы знаете что у вас это будет прям сразу два бокса чтобы этих декораций хватило на ближайшие два года потому что повторять был отдельно какие-то элементы еще раз повторю не будем было и выводила отдельно но это так себе короче сейчас узнают цену бокса вроде я вам все рассказал этот бокс выходит у нас 16 января получается одна новинка выходит 16 2 новинка выходит 17 пятницу я уже начну работать поэтому не пропустите в два часа эфир здесь в контакте потому что я с вами здесь встречаюсь два раза в неделю в два часа дня по вторникам и по пятницам просто запоминайте это последний год я бывает конечно пропускаю и там если праздники если еще какие-то обстоятельства так в основном всегда в два часа дня вторник и пятница со что узнала ну позвони сейчас короче узнаем цену бокса давайте кого есть какие вопросы я сейчас я очень жду все мои следующие ногти я буду зелененькие делать как раз змеиный принт у меня самый любимый у александра маквин я одно время вручную делала это вот кто помнит у меня в рамках клуба два года назад я делала дизайн посвященный александру маквин в технике рептилия выглядит конечно офигенно но делать очень сложно не каждый такое нарисует вручную и у меня очень тогда идея засела что нужно прям сделать декорации только в рамках александра маквин потому что и так такие вот интересные композиции компоновки которые вот действительно может воспроизвести а здесь уже все готово рот вернее как бутерброд или гамбургер один слой второй слой 4 5 получается офигенно сложно сочиненный дизайн где не надо рисовать но выглядит очень дорого нужно стоит очень дорого здравствуйте скажите пожалуйста новые гели завтра будут выходить или да у нас еще выходят гели вкусняшки сейчас я вам их покажу кто пропустил так где-то не у меня здесь на столе до деле вообще десятого мне говорили выходит где мои новые работы давайте вообще еще новые гели покажу гели прям вкусняхи я конечно больше фанатею по дизайну когда у нас дизайн выходит все в бархатном песке и кто пропустил анонс новых гелей хотя я делала уже обзор когда перед праздниками можете сфотографировать знаете вот так я положу кто работает с менеджерами по продажам вы просто пришлите им фотографию этих гелей они сразу поймут поймут что вам надо что кто любит классические жесткие гели вот фотографируйте экран телефона это новые классические гели декоративные это прям вкусняшки насколько не передает камера красиво здесь такие интересные блестки и вот кстати вот эти без цветного пигмента внутри здесь только блестки но при этом они очень плотные даже на маленькую длину за не будет вот имейте ввиду вот этот брут и тиара если вы даже ноготь перекройте в тонкий слой они очень хорошо перекрыла 1900 напиши это прямо в комментарии стоимость бокса 1900 эти такие ну камуфлирующие до этого такой прям типичный классический камуфляж холодный бежевый с красивыми блестками причем вот на камере не видно на камере как будто какие-то тут однотонные блестки а здесь на самом деле есть красивый бирюзовый голубой и персиковый оттенка блестки вот а здесь камуфляжный такой розовый холодный здесь блесточка 1 одного цвета на здесь персиковая вот такая тоже еще новинка это все в январе я поносе выходит вот